Продолжение следует... Продолжение следует... Есть всякие теории тестирования, которые вводят множество умных слов, но, в общем, эти теории только ухудшат наш с вами разговор, поэтому оставим их в покое. Поговорим про практику. Значит, на практике тестирование тоже бывает разным. Во-первых, тестировать надо уже написанный код на предмет того, что он работает так, как мы предполагали. Эта штука называется модульное тестирование или юнит-тестит, и это, в общем, то, о чем мы сегодня будем говорить. Почему? Потому что это имеет прямое отношение к, собственно, процессу разработки как программирования. Вот. Тем не менее, и это только первый модульное тестирование, юнит-тест, это только первый шаг на пути к достижению качества, исследованию качества нашего продукта, потому что, конечно же, пользователю продукта, в общем, наплевать на то, хорошо ли работают все функции, из которых мы его состоим. Поэтому, разумеется, под тестированием, под важным аспектом тестирования является также и то, что называется системное тестирование, когда мы собираем весь наш код в некоторую систему, которая что-то делает, и заставляем ее делать, а потом проверяем качество того, как она сделала. Вот. Дальше идет, в общем, интеграционное тестирование в случае, если наша система, это только подсистема в общем составе, и все вот это в целом тоже должно работать. Ну и, как бы, приемочное тестирование, оно уже на пользователях, на кроликах, на кошечках. В общем, нам наш заказчик должен сказать, что то, что мы изготовили, действительно делает то, что он хочет. Вот. Даже если этот заказчик мы, это все равно другой этап вот этого самого тестирования. Тут Андрей подсказывает, что есть еще тест-driven development, такой новый подход, ну, он там действительно относительно новый, ему лет 40, наверное, может быть, 50. Вот. Значит, примерно столько, сколько программирования. Но, тем не менее, да, модный. Который говорит о том, что мы вообще сначала пишем набор тестов, которые всегда дают ошибку. А потом начинаем писать код, от написания которого тесты внезапно перестают давать ошибку. У этого подхода есть много всякой критики. Он местами хорош, местами плох, местами надо выбирать. В общем, тут дело такое, да. Главный недостаток тест-driven development состоит в том, что вы внезапно, изначально должны себя хорошо представлять, когда пишете вот этот набор тестов, описывающих функциональность, на самом деле, вашего продукта, какова будет функциональность вашего продукта. И не очень понятно, как устроен редизайн в ТДД. Потому что вам придется перерабатывать весь все наборы тестов и связанные с ним под набор и так дальше. С другой стороны, конечно, идея, как это, не объявлять багу фичей, да, это хорошая идея. Фреймворков для модульного тестирования на самом деле бесконечно много. То есть, вот если мы откроем Википедию и просто будем ее листать, да, это все фреймворки модульного тестирования. Вот, думаете, они закончились? Только половина. Ну, короче, вы бы меня поняли. Почему так? Так, потому что, на самом деле, если концепции тестирования достаточно простые, то их реализации в рамках отдельных сообществ, в рамках, там, не знаю, что там еще бывает-то, да, конкретных языков программирования с их спецификой, они, в общем, очень сильно отличаются. И поэтому, вот, одна из дисциплин модульного тестирования называется X-Unit. Это тоже, в общем, такая довольно известная и традиционная система, в которой, на самом деле, ничего такого не сделано, ну, сверх заумного. Просто процесс тестирования, естественно, модульного тестирования разделен на отдельные компоненты и им даны именования. Собственно, единственная, главная, вернее, заслуга этого самого X-Unit, это в том, что все поименовано своими словами. Во-первых, у нас, помимо самих тестов, каких-то абстрактных, должен быть еще кто-то, кто эти тесты запускает и потом оценивает их результаты. Да, вот, он должен присутствовать. Эта штука называется раннер. Тот, кто запускает тесты и потом их исследует. Далее. Сами тесты делятся на такую троицу. Вот. Тесты, тест кейзы и тест сьюты. То бишь, тестовые, тестовые случаи, тестовые наборы. Тест – это термин, скажем так, программиста. Мы говорим, вот сейчас мы напишем такую фиговинку, она нам и тестирует другую фиговинку, там, ну, не знаю, работает ли наша функция с отрицательными числями. Тест кейс – это тест для архитектора. То есть, он говорит так, надо протестировать работу функции такой-то. Программист говорит, окей, значит, тестируем отрицательные числа, тестируем переполнение, тестируем то-то. Вот тест кейс – это про то, что мы тестируем. И этот тест кейс состоит из тестов, которые тестируют как-то отдельные компоненты. Возможно, с один к одному. Тест сьют – это целый набор тестов, который, во-первых, тестирует целую подсистему, а во-вторых, в общем, как правило, на одном и том же. То есть, мы создаем некоторую среду того, что мы тестируем, и натравляем на нее целый тест сьют. Вот. Вот эта среда тестирования носит отдельное название fixture. Есть еще нормальный русский перевод вместо слова «фикстура» – «контекст тестирования». Вот. Но слово «контекст» он не очень хорош, потому что, как правило, фикстура – это набор либо специально подготовленных данных, либо даже еще и специально обмазанных какими-то тестирующими свойствами данных, на которых, собственно, запускаются наши тесты. Вот. Фикстуру надо подготовить, запустить на ней набор тестов и потом еще аккуратно удалить. Да? Почему? Потому что, когда мы, допустим, тестируем базу данных, надо эту базу создать, а по окончании удалить, а то там останется мусор. И на этом мусоре может потом следующий тест запуститься, а мы этого не хотим. Вот. Вот и вся, собственно, идеология, да, значит, раннер, тест, тестируемый случай, набор тестов и фикстура. Ну, еще есть понятие assertion. Собственно, понятие assertion – это, опять-таки, всего лишь термин. Идея стоит в том, что мы говорим так, предположим, что в нашей программе, в этом месте, все так-то и так-то. Вот это предположим означает assertion. Если assertion не выполнен, тест не прошел, и это, опять-таки, важно к ответу на вопрос, а что мы тестируем в каждом конкретном тесте. То есть, когда мы говорим, что тестирование функции – это предположение о том, что она так-то работает на отрицательных числах, так-то работает на переполнении, то assertion будет стоять в том, что мы засунули отрицательное число и предположили, что на отрицательном числе функция вернет там отрицательное число. Или засунули данные, приводящие к переполнению, и предположили, что на них функция выдаст сообщение об ошибке о переполнении. Или там, ну, в общем, вот, предположение – assertion. Assertion – термин, вообще говоря, программистский, то есть он внутри теста располагается. Вот. Ну и, собственно, все. Когда у нас проведено тестирование всех тестов, мы, наверное, хотим построить некую статистику по поводу того, а все ли мы оттестировали. Тут надо понимать, что есть две… Не написал я сюда так называемые Red Zone и Green Zone. Надо понимать, что есть две вещи, связанные с тестированием, которые стоит постоянно иметь в виду. Первое. То, что тесты проходят, не означает, что программа работает. Вообще. То, что тесты проходят, означает, что те функциональности, которые вы протестируете, или с теми данными, которые вы предоставили, функционируют. Второе. То, что тесты не проходят, не означает, что программа не работает. Ну, во-первых, они могут быть не реализованы, как вот в случае, предлагаемый Андреем, т.д. Во-вторых, иногда, собственно, упавший тест – это то, что мы хотели. Программа… Тест в этом месте должен падать. На некорректных данных, ну, там, на, допустим, там, не знаю, недостатки памяти и так дальше. Понятное дело, что мы можем переформулировать это так, что если программа упала, то тест прошел, но идея стоит именно в следующем. Да, нельзя считать, что программа, прошедшая все тесты, она корректная. Она прошедшая все тесты. Однако, я не зря выделил слово coverage здесь, однако, с чего-то, какой-то, какой-то критерий качества программы мы добиться можем. Тут, опять-таки, хорошо бы поговорить про execution, про то, как выполняются отдельные… Ну, давайте, почитаем про coverage. Тут нету ссылки. Давайте найдем ее в этом самом… Вот здесь вот. Только тут английская википедия, а я, наверное, хочу русскую. В чем идея? Идея стоит в том, чтобы наши тесты буквально, построчно разбирали всю нашу программу, и общий комплект тестов был бы таким… был бы устроен так, чтобы каждая строчка нашей программы выполнялась. Вот. Это называется покрытие операторов. Значит, но на самом деле, даже построчное покрытие не означает, что мы протестировали все. Например, у нас есть какие-то хитрые условные операторы. Мы, конечно же, зашли в каждую из клаусов условного оператора и добились того, что разные тесты в сумме выполнили все строчки нашей программы. Но не было такого, чтобы, например, из этого куска мы перешли в этот, а это тоже надо потестировать. Ну и так дальше. Да, то есть, когда говорится про покрытие, обычно говорят про покрытие построчное, но, как видите, критерия у критериев покрытия, у термопокрытия кода много. Вот. Мы слегка забудем про эти критерии и тоже будем говорить про построчное покрытие, хотя бы уже потому, что, например, вот это вот из одного куска программы приюнуть в другой – это довольно редкий случай, а вот не выполнить какую-то часть if – это довольно частый случай, и это, с одной стороны, покрытие условий, а с другой – плохое. А с другой стороны, разумеется, построчное покрытие тоже будет страдать от этого, мы внутри этого if – не потопчемся. Еще раз. Наши тесты должны выполнить, грубо говоря, все строки нашей программы в идеале. Понятное дело, что это дело недостижимо, наверняка будут такие строки, которые не выполнены. Вот. Что еще? Каких-то специальных методологий на системное интеграционное тестирование хотел сказать нету. Миллион. Потому что чем сложнее у вас абстракция, тем больше необходимости придумывать методологию именно под нее. Ну и, соответственно, их, правда, очень много, и мы про них говорить просто не успеем за сего. К сожалению, и это, пожалуй, важная штука, которую нужно исправить в какое-нибудь ближайшее время. Я даже начал ее исправлять, но немножко не доделал. У нас не будет Continuous Integration разговора Pro. Возможно, он будет в следующем году в курсе по Python, потому что в курсе по Python отчасти будет похож на наш курс по Linux, по C и Linux, по разработке на Python. Вот. Но вот в этом курсе мы себя не затрагиваем. К сожалению. Вот такие вот предварительные бла-бла. А теперь давайте займемся делом. Нашим автотулси, который мы, я, как это, своевольно взял в качестве базового инструмента для создания проектов на C, есть поддержка тестирования. Причем она довольно развесистая и довольно давно сделана. Самые простые тесты мы с вами делали. Просто делаешь, просто делаешь тест, во, 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 во. Нет, это color, это много... Ну, короче говоря, делаешь переменную тест в конфигурии, в makefile.am, и все программы, которые там, которые там перечислены, они считаются тестами и запускаются. У вас появляется в окружении вашего проекта, после сборки появляется раннер, написанный на шелле, вот, приезжает туда, и появляется target check в окружении, который, значит, собственно, запускает тест. В makefile появляется target check. Вот. Но, в принципе, один из старейших инструментов для организации юнит-тестирования является штука под названием check. Она живая, очень даже вполне, вполне себе живая, хорошая. Вот. Вот последний релиз был год назад. И вот про нее-то мы сейчас и поговорим, как ее используются. Вот. Опять бла-бла. Ну, хорошо, опять бла-бла. Значит, check нужен только для C, к сожалению. То есть, это такой специфический C-шный инструмент. Он поддерживает в том числе штуку под названием test anything protocol, которая нужна для того, чтобы вот эти x-unit-тестировщики друг с другом умели общаться. здесь я немножко умолкаю, потому что тут надо будет еще поговорить про то, что такое test harness вас. У него даже перевода на русский нету. И мы в этом бла-бла завязнем навсегда вас. Поэтому нет. В чеке, грузумеется, есть поддержка и автотулс, и цимейка. Что касается Mizon, то кажется, у Mizon свой собственный фреймворк тестирования, что, в общем, тоже неплохо, как обычно, у него простенький, но эффективненький. Вот. Но мы с вами продолжаем говорить про автотулс. Что нужно для того, чтобы... Давайте все-таки с практики сразу начнем, потому что мне надоело. бла-бла-бла. У меня с прошлого года остался такой вот репозиторий, который называется Libnaimgen. Учекбный проект надо поправить. Ага. Вот. Этот репозиторий сделан был на основе вот этого репозитория. Правда, тут, значит, это большой проект по написанию библиотек, генерирующих фантазийные имена на разных языках программирования в ад. Фантазийные имена всякие, гноми, эльфийские. Там, кажется, есть даже как это условнославянский. На TypeScript я на C. Ну, в том числе на C. Это человек, любитель этих фантазийных имен, он такой идеолог, что весь код надо помещать в хедер файлы на C. Весь код в хедер файлы. Видите? В хедере код. А потом, значит, называть их библиотеками. Ну, делать мы так не будем. Сразу сконвертируем эту библиотеку в библиотеку. Вот. И вот с этого места, пожалуй, начнем. Значит, давайте мы создадим какой-нибудь... я тут уже экспериментировал. Давайте мы ее подвинем. Вот. И это уже очень поздняя стадия проекта, а нам нужна самая ранняя стадия проекта, которая связана исключительно с сборкой библиотеки. И это, кстати, первое отступление от темы тестирования, которой у нас не было, а про которую надо хотя бы чуть-чуть рассказать. К сожалению, много рассказать про LipTool я не смогу. Спрашивает Андрей, таб не сетевой ли это протокол. Он может быть церилизован в сеть, но он, в первую очередь, для того, чтобы разные раннеры могли общаться с разными тестовыми, юнит-тестовыми подложками. Вот. Во. Да, вот она. Значит, смотрите. Вот у нас есть каталог SRC, в котором лежат наши исходники нашей библиотеки. Я уже проделал работу выковыривания из хедеров в C-шный файл всего, что только можно. Поэтому C-шный файл выглядит вот так вот. Вернее, вот так вот. Вот это бывший хедер. Вот. Тут документация по нему, прямо в хедере. Мы в нее еще будем заглядывать немножко. А namegen это к нему ой это к нему какие-то дефолтные значения. к нему есть makefile и вот в нем это как раз самое интересное и лежит, потому что тут написано как собирать библиотеки. Давайте мы сейчас это отложим буквально на несколько минут. Посмотрим как у нас устроен конфигуряк минфайл.im в текущем каталоге он устроен очень просто до крайности. А потом вернемся к сборке библиотеки. Или давайте тогда его вимом. Конфигуряк у нас самый что ли самый что не есть обычный. За исключением одной клюшки вот этой лт нит лептулы нит которая позволяет включать в дерево автотонус инструменты по сборке именно по сборке именно библиотек из исходников. В частности мы здесь говорим лептулу что статическую библиотеку мы собирать не будем только динамические. А в остальном это все в общем узнаваемое. SRC дир он у нас нашел хейдер ну короче SRC дир это SRC config.h это то что конфигуре генерирует с нашими клюшками если они там понадобятся. В проекте используется stdlib поэтому он его проверяет. И два мейкфайла у нас на носу в текущем каталоге и мейкфайл в SRC из которого собственно надо собирать. Оба из них представлены в виде автомейк проекта конфигуре AM поэтому вот сам мейкфайл вообще вырожденный он говорит что вон там лежат исходники все ну и ладно ну и ладно вот и наконец SRC и мейкфайл он немножко хитрый значит в чем хитрость хитрость состоит в том что мы собираемся изготавливать библиотеку который называется LibNameGen библиотека это будет видимо SharedObject SO потому что мы только что запретили в конфигуре собирать статические библиотеки LibTool инструмент для сборки библиотек которому к сожалению у меня нету материалов для отдельной лекции поэтому мы его только так покасательный посмотрим возможно к следующему году будут использует специальный файл с расширением LA мы сейчас посмотрим как он выглядит специальный файл в котором собственно содержится информация о том как собирать данную библиотеку и где она лежит это кстати нам поможет избежать трюков с LD прилодами LD LA при пасхе и всем остальным LibTool за нас этот сделает сам вот ну и собственно вот тут написано что namegen это бинарник что этот namegen состоит из сишника namegen.c что библиотека к нему LD будет добавлена по описанию вот в этом файле этот файл является генератором и он сгенерируется на основании вот этого файла и каких-то дополнительных дополнительных информаций которые в данном случае только версии info то есть мы задаем то что называется soname у нас библиотека версии 0.0.0 вот значит в результате генерации makefile из такого makefile в наш makefile попадет инструментарий по сборке библиотеки либный ген из вот этого исходника либный ген в который добавится ну вот скажем soname и я так вангую что у нее будет версия 0.0.0 вот в остальном вы это все видели уже давайте мы сначала скажем авторикон ну классический авторикон ничего он там не нашел такого да совсем что-то мне не нравится но нет вот нашел все проверил что мог значит конфигури вот конфигури нам попроверял немножко stdlib как и хотел конфигури создал нам два makefile из makefile.im вы помните что их два мы столько заказали ну и конфигаж вот вот мы создаем наш нашу make собираем весь проект как видите вызывается цель make all recurse это значит что мы соберем в текущем каталоге и во всех подкаталогах которые вот здесь указаны как подкатокол вот вот еще в src тоже все соберем то есть давайте вот что при этом происходит сначала мы говорим здесь потом входим в src говорим собираемся в src а дальше там начинает обезонствовать liptool liptool собирает какие-то свои промежуточные файлы связанные с зависимостями свете вот да видите это именно сбор зависимостей по этим зависимостям он там что-то жует вот генерируется файл генерируется файл вот этот la с описанием сейчас мы в него заглянем ну а потом собственно под основанием этого описания уже gcc компилирует компилирует нам библиотечки вот они и они еще автоматом проезжают в каталог .libs так уж работает liptool давайте посмотрим туда значит во первых давайте посмотрим как выглядит la file вот это описатель нашей библиотеки это ее имя это ее полное имя ну точнее все три да помните что у нас есть мажор версия есть номер релиза и есть версия без без всего который используется в большинстве дистрибутивов linux для того чтобы служить таким ну divil библиотекой да то есть мы нам в общем все равно какой мажорный релиз если сона им изменился да если программа с ней соберется то и хорошо тут все все ничего интересного ничего интересного липдир user local липд неправильно но мы сейчас ничего не будем никуда ставить в общем больше ничего интересного здесь не содержится на самом то идее после того как была собрана библиотека я думаю должен был собраться еще и бинарник где-то вот он собрался бинарник вместе с этой самой библиотекой собственно и все давайте посмотрим насколько это так да да вот он говорит пожалуйста добавь туда вот обратите внимание на то что вот эта утилита вообще не является исполняемым файлом а является скриптом который нам сгенерил липту а на самом деле исполняемый файл лежит вот здесь вот он почему так потому что нужен трюк с подменой ldli prepad и вообще с некоторым некоторым упражнением чтобы вот этот namegen скрипт который мы запустили запустился и заработал я почти уверен что он так и сделает он перегрузит ldl prepad и запустит вот этот namegen кстати давайте попробуем сказать ему вот это вот ш минус x да да ldl так да он их даже пересобрал он его даже пересобрал все и перезапустил видите каждый раз он его пересобирает и перезапускает то есть запуск этого скрипта пересобирает все ну окей интересно конечно ну да ладно в общем вот rayball это собственно вот хлой ламп а давайте попробуем какой-нибудь кимифим был это какие-то эфийские имена он генерирует да можно попробовать синтаксис какой-нибудь хитрый приделать ну не знаю там что там вовил консонант b v d ну давай попробуем b большое v большое d да давайте попробуем b большое v большое d ну вот смотрите такая вот фигня какая нам разница программа работает вот значит это что касаемо было что касаемо сборки библиотек андрей спрашивает как устраивать как устраивать out of three build в в этом самом в автотунсах давайте попробуем нет ничего проще создаете каталог build ну или библиотек создаете каталог build заходите туда и говорите надо сначала здесь сказать авторе конф напоминаю что во времена когда все это придумывали вот эта часть вот эта часть считалась исходниками то есть если у вас сборочная среда вот этого все не содержит то было бы неплохо пользователю ее предоставить вот а теперь вот заходим в build и говорим точка точка конфигури вот пожалуйста вот out of three build в исполнении автотунса фишка стоит в том что вот от этих от наличия этих файлов в каталоге со исходниками никто нас не освобождал потому что к нам приехала полная система сборки которая нужна для того чтобы эту нашу программу собрать да липтул к нам приехал кто там еще приехал в общем кто-то приехал да вот инсталл нам приехал как видите в виде оклокал к нам приехал как видите он приехал в виде конечно символовых ссылок но тем не менее вот а в остальном да в остальном вот значит вся остальная вся остальная все остальное все что нужно лежит out в 3 в отдельном каталоге. Вот, пожалуйста. И офайл, и липс, кстати, там же. Вот если мы пытаемся запустить реальный бинарник, который мы собрали, он естественно упадет. Реальный бинарник. Он естественно упадет за недостатком библиотеки. Вот. То есть, вот с ним как раз нужен Truxel Day Library Pad. Вот, может, так заработает. Так заработает. Да, а липтун нас от этого всего освобождает, подкладывая нам подкладывая нам Shell Script вместо бинарника вас. И лофайл, ну и лофайл, который используется в качестве библиотеки. На самом деле он текст, и он нас посылает куда надо. Кстати, давайте посмотрим на лофайл. А вот, собственно, тут написано, где на самом деле лежит объектник и, соответственно, прорежуточный всякий генератор. Ну вот. Значит, дальнейшая информация про липтул, видимо, вот идите сюда и читайте до получения просветления. Оно огромное. Вот. А мы с вами займемся тестированием все-таки. Ща. Че нам нужно сделать, чтобы задействовать чек? Нам нужно сделать тест. Сейчас давайте я не буду флудить одновременно подсказкой. Я просто буду подглядывать себе в шпаргалку и потихонечку переписывать все, что нам нужно. Значит, в конфигуряке мы скажем, что у нас ничего лишнего нету. В макфайлаеме скажем, что у нас есть еще каталог тест. Так. Сделаем каталог тест. В этом каталоге тест что у нас будет? В этом каталоге тест у нас будет простейший тест, который будет тестом. Этот простейший тест ничего не будет делать. Да. Вообще ничего. Вот это, собственно, и он и есть. Только давайте мы его... А хотя бы сказать так будет. Все. Че, а где он? А куда он делся? А, понятно, я его не записал. Вот. Эта программа будет всегда возвращаться возвращаться с нулевым кодом возврата. Хорошо. И к нему присобачим макфайл, который будет собирать этот тест. Но важно, что в этом макфайле мы сейчас опишем не просто, что это тест, а просигналим автотунсам, что это не просто не просто это бинарник, а просигналим автотунсам то, что о том, что это что это некоторый 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 что это именно тесты. Помните, как это делается? Да, мы должны сказать, что у нас есть тесты. Что еще? Мы должны сказать, какие у них исходники. Да, мы должны сказать, какие у них sources. Что-то мне кажется, что чек тут лишнее. А, чек programs. Ага. Не сорсит. Все понятно. Programs. Тут, по-моему, это лишнее. Надо проверить. Это, кажется, к чеку относится. Я тут переписываю, мне не надо. Да, значит, сам даме должны описать, какие у него даме даме sources, даме жену sources. То есть, из каких он исходников делается. Ну и, соответственно, это просто даме си. Вот. Даме си флакс. Си флакс. Что там ла, гз. Что мы должны сделать? Мы должны при сборке указать каталог, в котором лежат инклюдники. Поскольку у нас, видите, мы только что... Нам нужно, нам нужно указать, где лежат инклюдники, иначе мы их не найдем. Ну, где они лежат? Они лежат в каталоге в верхнем. Называется topbuilddir. Dir src. Да, значит, поскольку у нас каталог с исходниками отдельно, нужно указывать минус и где лежат исходники. Ну и, соответственно, поскольку у нас все нужно собирать с этим лимным геном, поскольку эти инклюдники лежат не в нашем каталоге с тестами, а мы сейчас в тесте, а вот в соседнем каталоге с rc, нужно оттуда их забирать. Да, ну и, соответственно, поскольку мы должны все собирать... Да, спасибо. Тут я смотрю на неправильного цвета. Вот. Поскольку все мы должны собирать с библиотекой, надо там этот самый namegen.la тоже ему подсомнить. Вот как-то так это должно все выглядеть, если мне не изменяет память. Вот. Вот. Есть у меня подозрение, что что вот это не нужно. Ну, давайте сначала снимем, а потом попробуем его вычеркнуть. Вот. Так. Ну что, давайте посмотрим. Makefile.m мы сделали. Конфигуряк. Давайте посмотрим, конфигуряк не нужно ли править в этом случае. Кажется, нет. Кажется, нет. Вроде все нормально. Что? Опять я все это не так сделал? Да что ж такая-то? Да, действительно, прям не так. Завод сифайл. Спасибо, дорогой. Спасибо. Ну что? Пробуем. О, обрати... Так. А. Нет, вроде нормально все. Что я сделал неправильно? Почему он мне в тест не зашел? В тест он мне не зашел? Потому что я, наверное, в конфигуряке не указал, что там тоже есть makefile. точно, 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 точно. Надо еще сказать, что он лежит там. Так. Tests. Makefile. Вот. Давай теперь пробуем. О, отлично. Вот. Обратите внимание, что поскольку речь зашла о тестировании, у нас внезапно Rainer приехал, какой-то тест-драйвер, видите, который куда-то ссылается. Непонятно куда. Куда-то в автомэк, в его собственную систему тестирования. Вот. Ну и теперь, если мы скажем make, то у нас соберется не только... Сейчас. Make check. Да, check же, но... О! Когда мы говорим make check, он... Это все автоматически приехало, потому что у нас в каталоге tests в makefile.am было указано, что теперь есть тесты. Вот. Приехал Rainer. Это тот самый Rainer, который должен запускать эти тесты. Вот он, зелененький, разноцветненький. Он запустил единственный тест. Этот тест прошел, потому что он всегда проходит. И вот такая вот картинка. Вот. Давайте, кстати, проверим мое предположение, что... Что... Makefile... Что... Что вот эта фигня здесь не нужна. Да, эта фигня приехала из следующей серии, когда мы будем использовать check engine. Да, он и без нее, конечно же, работает. Вот. Значит, меня, видимо, сбило с толку, когда я готовился, что target check не нужно. Понятное дело, что это... Это вот... Это исключительно вот так должно выглядеть. Поехали дальше. Значит, как я уже говорил, у нас тут планируется использование framework check. Документацию по нему я показывал. Вот. Где он тут? Вот он. Читать мы ее сейчас вслух не будем. есть поддержка check в watertools. Вот. И эту поддержку мы сейчас будем добавлять. Значит, идея состоит в том, чтобы в makefile.im добавить вот такие вот настройки. Сейчас мы их более коротко напишем. Ну и на самом деле в конфигуряк. Вот я что-то не вижу, что надо писать в конфигуряк. В конфигуряк надо этот чек включить. Вот. Давайте посмотрим. Может быть здесь написано. Я вспомнил еще, как он называется. Ладно, бог с ним. Сейчас попробуем наинтуичить. Хорошо. Значит, что мы делаем? Мы вместо теста, который запускает прямо этот самый Gnu-тест, в смысле автотулс, попробуем написать тест с использованием фреймворка check. Значит, первое, что мы вставляем туда вот эти вот виденные нами в документации настройки. Так. Сейчас я подумаю минуточку, секундочку, чуть-чуть потуплю. Все, понял. Значит, единство стоит в том, что мы воспользуемся не... Так, 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 так. Мы воспользуемся другим инструментом, чем который этот самый чек включит с помощью pgg-конфига, вот. Сейчас. Кто он тут? Где-то здесь мы его поставим. Вот. Значит, мы сходим к pgg-конфигу и скажем, нам нужен чек, вот, и он нам расскажет про это, вот, тем самым включив framework-check в этот самый о конфигуре. Давайте попробуем. пgg-конфига, не вижу я тут никакого чека, если честно. А, он скажет чекинг, зараза. А, вот, нет, спросил. Он просто спросил, есть ли чек. Он на чек нашелся. Отлично. Вот. Тогда мы можем брать и смотреть в документацию чек, где она тут у нас, вот тут. И говорит, что вот чек программс у нас вот это, дальше sources, cflux, yield. Вот. Давайте попробуем, что ли, а то, что-то я, значит, это, значит, в тестах надо модифицировать. тест. Во-первых, давайте напишем нормальный тест, а то этот тест дебильный. Вот. Ща. Я его скопипачу с вашего позволения, потому что он довольно хитрый. Сейчас вы увидите, в чем дело. Вот так он выглядит. Вот. Значит, довольно забавно выглядят тесты для библиотеки чек. Выглядят они следующим образом. У вас есть макрос, который называется start test, вот он. И у вас есть, вот это, по-моему, не нужно. Сейчас проверим. У вас есть макрос, который называется start test, и он обмазан какими-то дополнительными, какими-то дополнительными инклюдами, вот еще чем-то. Вот. Мне кажется, что вот это не нужно, но сейчас проверим. Вот. Осталось теперь сделать makefile.im I am правильный, а именно вот это вот убрать и вместо него поставить какую-нибудь простую штуку, ну, типа того, что у нас даме еще, как он там называется, фиксит, вот, что сифлакс у нас вот этот минус и топдир, билдир, вот, короче, вот этот вот общий сифлакс. А, нет, вообще в автомейк вставлен сифлакс, вообще, пускай будет общий для всех. Да? Вот. А еще мы ему должны добавить сифлакс от чека, который приезжает вот с этим самым, вот это вот, короче, мы должны добавить. Вот. Который приезжает от чека. Значит, этот можно убрать. LDA теперь тоже общий сделаем. Кажется, это все, только, только библиотеку, библиотеку липчек надо тоже притащить вот отсюда. Во! Я думаю, что это все. Мне кажется, что оно потом само сейчас справится. Давайте проверим, что ли. Так. Еще раз рекон. А, не здесь. Жух! Конфигурия. Мы. Мы. Черт. Так, что-то не собралось. Что-то не собралось. Давайте посмотрим в план лекции. я помню, там была бага. Понятно. У нас там прогресс, а не чек прогресс. Это была бага в этом самом. Я точно помню, что она была. Давайте ее исправим. make файл. makefile.in. Вот. Не тест дамификсит, а чек прогресс дамификсит. Возможно, тесты, кстати, вообще не нужен. Сейчас мы это проверим. Давайте по-быстренькому. Жмух, жмух. Вот, два теста. Давайте теперь проверим, нужен ли нам тест. Я думаю, что уже он не нужен, что нам чек возьмется за дело. А, нет. Ошибся. Ошибся. Чек это просто раннер, так что нам он нужен. Ну вот. Вот. Значит, результат. Вот у нас есть упрощенный makefile.in, который теперь нужен для чеков. он простейший. Вот. Единственное, что мы тут сказали, какие бинарники являются тестами, какие из них собираются с фреймворком чек. И с какими флагами все это надо собирать. А поскольку мы указали, какие из них собираются с фреймворком, чек сам их собирает. Да? Вот. Вот здесь вот в конфигуряке мы включили мы включили поддержку этого самого проверку того, что чек вообще есть. И в общем все. Как бы вот вам два теста запускаются. Вот. Что делают эти тесты? Давайте посмотрим. А то он какой-то странненький, да? он задает случайное случайное видимо я долго старался он задает случайное случайное число он генерирует name-gen имя по вот такому шаблону на том вот птичьем языке задания имен в результате должно получиться имя Кукуева Кукуева кстати оно не получается нет получается так что-то мне не нравится не должно получиться Кукуева почему у меня тесты проходят непонятно почему не работает ладно слушайте давайте пока это оставим конечно неприятно может быть у нас в конце лекции хватит время на это покурить это дело потому что чуть-чуть мне не нравится такая история давайте попробуем пойти дальше а когда хватит время вернуться вот значит как видите вообще структура вот этой программы она довольно смешная и непонятная видите даже мы с вами запутались я запутался хорошо не очень понятно значит где-то я просто видимо ошибся слушайте давайте вот что сделаем у меня есть идея давайте сделаем вот так у меня же есть шпаргалка которая работала да где у нас тут вот сюда шпаргалка которая работала давайте сделаем вот так вот детачит хэп ладно вот сейчас там что-то должно не сработать потому что да потому что потому что у нас там в это самое сейчас секунду вот здесь вот у нас не указан не указано что не указано чекпрокс вот он да нет вот чекпрокс не там их удалил короче в том месте они удалены а в этом нет паз 2 ну окей ладно фиг с ним он почему-то все время проходит возможно я что-то сделал не так давайте мы действительно оставим это пока я потом проверю вот а потом будем двигаться дальше я точно помню что у меня был один файл тест но как так вышло значит вот этот файл который тест ой да нет это же я же пробовал я же пробовал поправить вот этот файл который в тест лежит вот этот он в общем состоит из нескольких кусков и что-то в нем не так как видеть в принципе мы можем не писать его на си в принципе мы его можем писать прямо на языке макросов чека назвав его вот так вот и вот тут вот все что нужно есть а чего не нужно нет давайте попробуем давайте попробуем его помолить сказать ему вместо фиксит сейчас я думаю что я просто что-то не учел когда когда писал вот этот файл на си да потому что обычно принято писать вот так вот ну прям даже удалим фиксит . ой сейчас вот вот это правильно да вот а давайте мы напишем файл который тс вот этот да в отличие от файла на си он содержит только те строчки которые нужны собственно файл довольно простой да выше тест который называется вот так и это функция которая содержит вот это и вот это похоже то что нужно вот это имя которое там приезжает сейчас мы увидим вот единственное что нам нужно сделать это модифицировать еще makefilem в котором сказать что файлы на си получаются из файлов на тс с помощью вот такой фигни думаю что если порыться в документации можно найти какой-нибудь макрос который это делает но пока он это не делает ну давайте попробуем сначала без него вдруг получится но мне кажется пока он это не делает не делает не умеет он это делать вот ну можем ему помочь значит сказать сказать что что файл на си изготавливается из файла на .ts с помощью программы чек-мк чек-мк макрос и во что доллар таргет я думаю вот так вот вот перегенерируем сейчас проект я думаю что все заработает вот давайте проверим теперь что тесты падают а то что-то как-то у меня уже как-то у меня уже это fixit.ts мне уже боязно фу отлегло такие падают обещаю поправить давайте мы тоже ну как бы не будем даже записывать хотя время есть обещаю поправить вот этот вот это место почему все время за счет здесь не должен сейчас хорошо должен падать ровно ради того чтобы не было таких приключений которые мы сегодня пережили в фреймворке check есть вот этот самый макро язык простейший вот фактически все равно файл на си но вот у него есть вот такая вот вот такая вот дополнительная конструкция вот нет что касаемо что касаемо фреймворка check ну а дальше понятно вы их плодить просто эти самые чеки и вот чекаете вот обращаю ваше внимание что при этом раннер приезжает вот он называется тест драйвер нет тест драйвер это да значит раннер это чек а тест драйвер тоже снаружи вот он вот здесь вот у нас описываются тесты т.с. это у нас так понимаю the suit то есть набор тестов вот ну и собственно нет с киской вот что касается фикстур то чет я не помню как в чеке подготавливать фикстура видимо мы этим заниматься не будем тут есть пример еще тестов давайте посмотрим просто глазками можно определить отдельный the suit который тестирует именно на ошибки да вот и проверить что функция возвращает некоторую некоторую диагностику что ним гений права не не проработать вот но этот тест на эту библиотеку вот обратите внимание на то что отдельно с youtube и раз кстати дать скрипипастим эту штуку посмотрим 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 так как 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 себя показывает это suit да значит тест ну допустим так да вот это выносится наружу потому что это у нас такой это у нас такой получается такая фикстура кстати вот она до подготавливается вот эта фикстура а это тесты как видите вам я раз как видите вам есть такая ключевое слово suit давайте мы интерес интерес этот рез сюда вот а сердце что там унтеку да и рез дать скопипастим на нген и варит вот а что мы делали а мы там открыли открыли просто скобочку и не закрыли и и да вот ну и давайте еще один туда же за сандалем в этот же быть в этот же это сьют за сандалем еще вот так два еще там закрыли но не открыли закрыли но нет закроем кромочку но не откроем ведь проверим что ли как она называется ер да это значит make файлы им надо сказать что у нас еще есть даме фиксит и ер вот ну и конфигури авториков не нужен по конфигуриную чё у нас на им ген . не заинклюбился а чё это так слушайте там получается что я неправильно все одну-ка или нет как-то получилось непонятно секунду так у нас кончается время но сейчас я разберусь немножко с этим хорошо так да я думаю что я что-то не дописал да сейчас секунду он блин fix it s так а и 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 ничего не понимаю кстати ну конечно господи прости меня грешно пронесло вот ну собственно вот я не знаю как там искать ему вербос чтобы он пупа пупа больше всякого говорил а кстати как ему сказать вербос посмотрим так ему и сказать нет непонятно но хорошо а что у него здесь лежит а вот то он да а давайте попробуем кстати как бы выглядела если водитель только один тест упал спасибо что спросили о том и отчет туплю туплю надо что-нибудь 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 работающие сделать да и биби биби какой там ну допустим у нас фиксит поправленный да фиксит . тс вот да вот так вот сделать пожалуйста 2 из 3 не прошло значит два сьюта из трех не прошло вот сьют фикс не прошел все тьер прошел в общем все 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 как у людей вот такая вот такая вот петрушка с тестами значит да да целиком сьют не прошел понятно покрытие кода да да покрытие кода значит мы уже про покрытие крот с вами говорили в начале лекции вот это ссылка я так думаю на википедию ту самую про которую мы уже говорили покрытие того покрытие всего вот этого всего 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 вот этого слава богу покрытием кода в случае а программ вносит занимается прям компилятор гцц и мы можем этим тоже с вами заняться давайте почитаем для экономии времени как-то делается я думаю что ничего делать не надо в мэйк файле мы говорим что надо сказать еще в гоков вот это конфигура в котором сделан и на был гоков неинтересный то есть фактически нам ничего не нужно делать такое еще а вот вот гоков это где это прям в сердце то есть еще как это работает совершенно непонятно ну ладно давайте 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 смотреть интересно же вот давайте прям сюда сюда перескочим вот значит ну давайте сначала посмотрим как как это вообще сделано пасом смотри как это работает потому что иначе мы тут замучаемся не работает ща работает хорошо теперь давайте посмотрим что это такое давайте еще раз просто чтобы определиться нужно там нам или не нужно что такое гоков гоков это каверидж каверидж этот это когда мы запускаем тесты они умеют тесты умеют откладывать в специальный файл с специальный файл результаты того по каким строчкам они прошлись давайте еще раз конфигуре просто конфигуре сначала конфигуре вот мэйк 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 чек мэйк этот самый гоков вот что за файл этот интересно давайте давайте посмотрим где он вообще откладывать каверича непонятно а вон он гацинон он откладывал специальную базу данных а потом вот возможно посмотреть проанализировать и так далее как то все смотреть то дальше скажешь все очень красиво найти мне бы было интересно посмотреть ну на это снаружи это джессон какой-то да о красота надо теперь статистику посмотреть а нет это не она вся секунду в общем вот значит что делать гуков давайте к нему сходим в документацию посмотрим и видимо на этом я тупить прекращаю потому что потому что это это понятно что он делать я хотел чтобы он показал показал картинку мне статистику да ёлки-моталки так пока она собирается посмотрим статистику складут в этот файл джессон теперь надо посмотреть как он как мы как ее посмотреть красиво как этот минус минус кавериш нужно включить иначе никого кава не будет да вот значит что для этого нужно сделать как видите сейчас он ничего не сделал его просто нету для этого нужно чтобы кто-то эту статистику собрал поэтому у нас в в этом самом в конфигуре кин вот в готовом проекте есть специальная клюшка иные блогуков давайте посмотрим на нее вот она да значит тогда мы мы говорим ему конфигуре минус 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 иные блогуков вот мэк не нужен а мэйк чек нужен вот гэков да что ж такое да что ж такое то что я сегодня откончательно туплю ну и чё ну и чё ну почему не работает не понимаю а понимаю все значит вот я немножко да и вот теперь можно сказать да значит идея стоит в том чтобы пересобрать эти самые все со сбором этом самого каверич да тогда он откладывается под собой вот эту статистику вот эту статистику можно посмотреть давайте попробуем да что ж такое то чем чем мне не так я не понимаю тут вроде сработало все вот эта сборка это просмотр да вот эта сборка статистики а вот это его просмотр но смысла нет да вот вот она вот он показывает мне чем с чем не хочется посмотреть это нормальный виде ну и где этот нормальный вид там джессон да джессон нам не нужен давайте попробуем брать джессон а господи прости фу все вот как вредно делать доклады между лекциями смотрите не да спасибо спасибо большое александр мы вот тупим в смысле не мы тупим я туплю вот собственно давайте мы побольше сделаем чтобы было видно да вот это просмотрщик этой базы он показывает сколько раз какая какая строчка дергалась в этой программе видите вот заодно можно посмотреть процентное покрытие вот да где-то можно посмотреть количество ветвлений можно посмотреть минус х еще процентное покрытие 80 процентов хорошо 88 процентов почти все от тестировано кстати ну смысле нормально так вот да да значит что там еще ты это весь весь текст ну и так дальше и так дальше бранчит количество количество переходов сколько раз он был в одну сторону сколько раз сходил в другую сторону вот например этот брач этот бранч мы не протестировали вообще видите он 0 раз текен вот соответственно вот эти кусочки кусочки кода до не протестированы ну и так далее значит еще раз собирается это все статистика в файле для того чтобы ее собрать нужно подложить подложить соответствующий параметр гконф в гццм у нас сказать минус минус кавердж вот при этом при запуске программы этот кавердж будет записываться вот в этот файл гц но который бинарный да а гкф на этот файл под позволяет посмотреть все простите мужики я и не мужики тоже я немножко туплю действительно у меня перемешались три темы за сегодня но как бы мы финишировали наконец с успехом значит мое домашнее задание это поправить ошибки которые мы тут с вами с вами обнаружили в прошлом году интересно как было в прошлом году видимо в прошлом году на лекциях все получилось а когда их воспроизводил то где-то засбоила единственное что стоит про о чем стоит что стоит дополнить это что поддержка соответствующих штук есть разумеется и в других системах тестирования и в цимейке и в мизоне вот масон мизон вот и в цимейке и в мизоне соответственно не обязательно пользоваться для домашнего задания которое будет на выходных не обязательно пользоваться именно авто тусом вас скорее всего для наших целей вполне подойдет и любой из вот таких боевых систем сборки которые поддерживают тестирование все они поддерживают и тестирование и и покрытие вот все я и так выжил много времени много тупил в общем мораль не соглашаться делать доклады между лекциями ну и в следующий раз у нас тогда либо документирование либо перевод давайте посмотрим как это было в прошлом году тестирование документирование перевод а дальше документирование значит следующий раз у нас get text вот это все вот еще раз спасибо александру который в общем дает ценные советы фу ну и в общем вот до встречи